Вы на канале Таро Инжел Планет и мы продолжаем разбор колоды, бесплатное обучение Таро Девиантной Луны, Таро Безумной Луны Патрика Валенца. Итак, переходим к масти мечей. Пока я рассказываю небольшое интро про мечи, не забудьте поставить лайк, подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и в комментариях написать, хотите ли вы продолжение обучения бесплатного. Может быть вы напишите, какие вы хотите изучить колоды и мы с вами их обязательно разберем. Итак, кто у нас такие мечи? Так как у нас, у Патрика Валенца, вернее королевство разделено на зоны, мечи холодная, безжизненная, северная часть страны. Здесь люди учатся выживать, мальчик не имеет права плакать, все страдания они такие хладнокровные, аскетичные. Возможно, может показаться, что это люди бесчувственные, слишком они жесткие. Я бы назвала, что мне вот откликается через знак зодиака скорпион. Вот они такие, да, какие-то они могут быть жалящими такие люди. Или как минимум люди, которые проявляют стратегию в чем-то. Не обязательно такой человек по карте, вот прям только такой и все, может проявляться просто вот стратегия мечей. Они все такие умные. Это страна, которая учит выживать. Здесь они все учатся выживать. Король с королевой, возможно, тут связаны какими-то формальными узами. Они могут быть безжалостны и в то же время они те войны, которые будут защищать. Мечи вообще здесь отражают незамутненность ума через голубой жемчуг и через силу этого ума. Вообще, мечи это такие идеи. Могут быть хорошими переговорщиками, потому что они говорят четко, конкретно, по факту. Все разложено по полочкам, без каких-либо эмоций. Эмоции мешают делу. Они хорошие деловые партнеры, которые жестко и четко выполняют правила и требования определенные. Благодаря им все королевство держится. Благодаря им немножечко стабильности кубкам это дает. Благодаря им лишних денег королевство не потратит, лишних пентаклей. Благодаря им, может быть, не будет, конечно, чрезмерного веселья, но в процессе, например, проблем каких-то это быстрая мобилизация. Мечи сильные арканы, хотя некоторые их недолюбливают, потому что они могут такой негатив изображать. Так как оружие не изменилось у нас, вот 2000 лет нашей, скажем так, современной истории, и до нашей эры первые все-таки копья, пики все равно были остриеобразными, то все равно это дает защиту нам. В целях защиты мы все равно будем делать копья, стрелы, оружие, и мечи не изменились, собственно. Собственно, если нужна защита, вот она. Кто ко мне с мечом придет от меча и погибнет. Ну и в случае, скажем так, расширения границ своих, если надо что-то завоевать, отвоевать, включается вот такая стратегия у человека, которая ему позволяет стоять за себя и стоять на своем. Поэтому в этом плане можно пользоваться стратегией мечей. Итак, переходим к ролю мечей. Давайте, как всегда, обратимся к образу Аркана, чтобы оттуда черпать подсказки, и чтобы нам легче было запоминать, о чем идет речь в процессе расклада. Итак, король мечей. Мы видим, он стоит с мечом. Видим, есть элементы красных одеяний. Вообще красный цвет может обозначать агрессию. В древние времена, когда государство становилось сильным, оно начинало нападать. Излишки энергии для расширения использовало и для завоевания чужих земель. Особенно в виде, если рядом слабые земли. Мы видим тут и шары, и демона, который подсказывает, какие земли можно завоевать. Это такой альтер-эдго этого короля. И не только это в древние времена. Сейчас, наращивая мощь, каждый человек использует эту стратегию. То есть он нарастил, например, какие-то ресурсы. Он понимает, что с этими ресурсами можно дальше больше получить вложительство, прокрутиться, еще больше это подувеличить. Альтер-эго демоническое, потому что это непомерные амбиции, также может и в девиации проигрываться эти непомерные амбиции, ему могут затмевать разум. Неадекватность короля в девиации выглядит, как все хочу, все хочу завоевать, жадно, много. Хочу быть не хуже Александра Македонского и таким же известным, вот такое альтер-эго. Но человек, вот если в положительном смысле этого слова смотреть, очень четкий, ясный, проясненный, логичный, идеальный руководитель, без соплей, с сахаром, он выясняет все дела, берет на себя ответственность. Мощный в этом плане человек, мощная личность, который может все, свернуть горы, он может. Но вот даже демон, мы видим, рядом с ним заржавел, не выдержал этого натиска, напора. Вообще, конечно, в книге написано, что и одежда у короля из надгробий. И ты смотришь на него и думаешь, ну да, тут человек не постеснялся на себя такую броню мощную надеть, его не пробьешь никогда. Благодаря таким людям люди послабее как бы прячутся за спинами мечей. Ну, мы все, да, за мечами стоим, мы все готовы, чтобы воины были какие-то, сражались за родину, за страну. Мы все готовы вот таких людей отправлять на бой, на защиту страны. Вообще, такие прирожденные и истинные кшатрии, если смотреть с физической точки зрения, это как раз управленцы, руководители, у которых их долг, их тхарма защищать. Кстати говоря, у кшатри была тхарма выполнения долга, это действительно, когда они становились мощными и сильными, завоевывать слабое государство, присоединять их, чтобы государство росло или заключать удачные союзы. Поэтому по отношениям, это может быть союз с таким человеком на равных, особенно если рядом будет или императрица, или королева мечей, тут они могут быть в брак союзники. Но если рядом стоят, может быть, пентакли или жезлы, да, королева жезлов может стоять рядом, как жена, вот как союзница, она все-таки будет больше прятаться, да, за защитой этого мужчины, за защитой такого покровителя, они могут быть идеальными покровителями. Единственная девиация может быть психопатичной, потому что все надо завоевать. Но это уже конкретный ответ на конкретный вопрос. Если вы запрашиваете у Таро, какие проблемы, то проблемы вот в таком роде. Или все-таки используете перевернутые карты в раскладах. Ну, когда смотрите, что происходит, может быть, там все психопатично, все будет перевернутое. Лично я перевернутые арканы не смотрю. Мне и так понятно, где собака зарыта, почему тут такая девиация, из-за чего проблемы. Отношения поэтому, или партнерские, или обычный этот человек подавляет. По этому аркану чувств нету, как таковых, потому что все разложено по полочкам, какие там чувства, там не о чувствах, надо, так сказать, выживать. Может надменно относиться такой мужчина к женщине, да, если спрашивают, какие чувства, да буквально никакие там. Он заржавел даже демона рядом с ним, и не до чувств человеку. Он даже может защищаться от этих чувств, или скрывать их, ну, под такой броней. В плане работы, так как это идеальный руководитель, то все вам в руки дается. Если вас клиент спрашивает про работу, и выходит эта карта, или будет хороший покровитель, или надо обращаться за помощью к такому человеку, как совет, или чтобы по полочкам все разложить, или этот человек может по полочкам все разложить, разобраться и проясниться. В основном карта проигрывается у меня таким образом, что будет покровитель, или что может давать совет, умерьте, пожалуйста, свои непомерные амбиции в плане захвата всего мира. Это прям как из анекдота. Как завоевать мир, не привлекая внимания санитаров? То есть, понимаете, да, какие-то непонятные, неосознанные стремления, которые могут привести к каким-то серьезным ошибкам. Карта может вот так проигрываться. На конкретный вопрос она вам может дать вот такой конкретный ответ, потому что это все-таки мечи. Мы переходим к королеве мечей, обратимся опять к Аркану. Мы видим женщину, у нее в двух руках меч идет. Один меч идет кровавый, и тут непонятно, то ли она уже им кого-то успела как следует прихватить, зарубить, или она его с поле боя подняла, непонятно. Но, в общем, то ли для устрашения, то ли для защиты, то ли действительно она кого-то уже успела рубануть. Она идет вот прям как танк. У нее такой куполообразный вид, платье куполообразный. Я вообще часто сравниваю это с тем, что прям вот забрала, упала, и она пошла. Все, клемму сорвало, два меча, кровь, в бой, в атаку, стив снуст, зубы. Такая жесткая женщина, яростная, но и хладнокровно может месть какую-то принести. В моих раскладах может проигрываться, как соперница такая жесткая. Особенно если измена, то вот, например, императрица и королева мечей может быть соперницей какой-то женщины. На запрос, если соперница, вот она так проигрывается. Или мать, такая жесткая мать, все, забрала, упала, у меня, сыночка, не забирайте. Зрублю, я как танк пройдусь по вам, раню, вот кровь, бойтесь меня. Если в раскладе нету больше ничего, никаких намеков на измену, может быть, это страдания женщины так отыгрываются. Особенно надо посмотреть, король отвернут, королева отвернута, идут в разные стороны, и она готова просто уже убивать. На грани психоэмоционального срыва. Психоз прям серьезный может быть по этой карте в девиации отыгрываться. Если смотреть, что не так, в чем проблемы, причины разрыва или причины потери работы, например, что с работой, почему так происходит, то эта карта может показать, ну все, тут человек психанул, или начальник, начальница, кто-то психанул и понеслось. То есть полностью девиантное поведение может указывать, иногда прям без вариантов. Человек за своими страхами, за своими психами прячется, смотрит очень пессимистично и негативно на окружающий мир, на эту жизнь, так как он вот сквозь черную вуаль похоронную смотрит. Если рядом карта смерти, то это после потери человека или башни, может быть, женщину сорвало, поэтому психичные загоны пошли. У человека надо смотреть на это состояние, потому что тут тоже, может быть, нужна помощь и работа с психологом, нужны, возможно, антидепрессанты. Но это прям в полной девиации. Женщина может пойти на что угодно ради выживания, ради своей жизни, ради своей любви. Или это соперница так пойдет, либо мать пойдет, так как тут намек на кровь. И если рядом стоят луна, семерка пентаклей, дьявол, будет говорить весь расклад с этой королевой о том, что может быть. Приворот и негативное воздействие. Кровь рубит кровь. Рядом могут быть влюбленные, потому что там тоже капли крови. Если конкретно смотреть через эту колону на негатив, так как капли крови на влюбленных – это нижние чакры с хистаном и ладхарой, корневые чакры, то в сочетании с этой картой дает жесткое воздействие на мочек, ловую сферу. Негативное жесткое воздействие. Рядом с дьяволом и прочими интересными штуками. Да вообще там, где капли крови, может быть и воздействие на кровь, через кровь, или приворот через кровь. Много что может показывать от колодок. Отдельные ситуации надо смотреть отдельно. Но вообще негативное воздействие может показать через эту психично ненормальную женщину. Или женщина была нормальной, но вот клемму сорвала, и она пошла что-то сделала. Многие женщины знают, что нельзя, понимают, что нельзя, но идут, делают или мстят таким образом. Или в работе точно так же. Но непонятно, что ждать от руководителя. Выкладываем карту на руководителя, выкладываем карту на подчиненного. Если вышла на руководителя, то непонятно, что ждать от этого человека. Лучше, конечно, подальше бежать спрятаться. Если на подчиненного, подчиненному, чтобы не портить отношения, надо уходить и из этого состояния, из этой работы, или брать больничный, или что-то менять в жизни, потому что сейчас могут быть посредствия. У тебя, конечно, отношения по этой карте неприятные, очень жесткие, игнорирующие. Отношения с адамазохичные Если рядом стоит влюблённая Нет никаких других негативных воздействий То любовь на грани фола С адамазохизмом, состраданием Один человек другого может заставлять страдать Серьёзные переживания Особенно если любовь в девиации находится Прямо человек может с ума сходить Вот с влюблёнными Может быть такой поворот Люблю до смерти Может эта карта так проигрываться Один может другого игнорировать Партнёр, партнёрша Любви не давать Даже не позволять любить себя Ну и секс может быть тоже жёсткий Такой металлический, безэмоциональный Да и партнёрство вообще такое Брак по партнёрству По какому-то расчёту Да и любви нет собственно Так как это мечи безэмоциональные карты Любви-то особо и нет Переходим к рыцарю мечей Давайте посмотрим на аркан Я вообще не люблю рыцаря мечей От себя могу сказать Вот моё мнение такое Они очень агрессивные Это прям чистая ненависть в чистом виде Здесь мы видим, что он вот такого коня дракона оседлал Готов к атаке Постоянный буллинг, атаки, нападение Презрение Припирание Скандальность Много негатив Критикан такой Вот человек вот по этой карте Как характер, как личность Да и отношения такие же Критикующие, очень негативные Рубит с плеча Считает, что это вот Спасительная его критика Он сейчас всех исправит Выяснение отношений громкое С разборками Может даже до драки дойти Садист человек в девиации Да и без девиации может Судануть, так сказать Неприятные отношения Или в отношениях сейчас разлад показывают Скандал Или могут показывать Что любви нет Потому что тут вот без разрядки Так сказать Разрядка не через любовь идет А через выяснение отношений Через наезды Через нападки Через претензии Очень жесткие и громкие Покричать Поскандалить Привлечь внимание всех Как человек неприятный Или вот как ситуация неприятная Да и в работе тоже Буллинг, припирание Претензии, предъявы Вместо того, чтобы человеку платить деньги Находят к чему придраться Но если рядом слабые карты То можно сказать Что нашли действительно По правде к чему придраться А если сильные То надо противостоять этому Но вопрос Стоит ли уходить с работы Если рядом башня То да Если там уже пошли скандалы Все разваливается Башня, смерть Страшные сутки Карты такие С точками невозврата И трансформации Они вам скажут Да уходите Чего что Да зачем терпеть этот буллинг Вы можете уйти Зачем он нужен А так как тут еще Прям такой открытый садизм идет В девиации То точно это никому не нужно Совет по этой карте Опасайтесь того человека Или если это выходит На самого коверента Эта карта То придержите коней То как здесь на дыбы Встал этот конь Дракон боевой И в бой готов бежать Придержите коней Не рубите сейчас плеча Иначе можете пострадать Все вокруг разрушится Очень сильный аркан Разрушительные силы Предательской силы Он с одной стороны сильный Если в плане защиты Вам нужна защита какая-то И вы спрашиваете Да что же делать Аркан как совет Может сказать Защищайтесь Иногда по другому никак Кроме как вот так Раз пошла такая война И деваться некуда Вот нападают Да Войны как образуются Кто-то нападает А кто-то сидит на попе Ровно И ждут когда их завоюют Нет Кто-то же обороняется То есть Не бывает такого Чтобы все ждали Когда их поработят Нет Совет будет по-любому На вас нападают Защищайтесь Кто с мечом придет От меча и погибнет Или вы нападаете Но по-другому Если вы понимаете Что-никак Других вариантов у вас нет Если рядом в раскладе Мира нету Мирных переговоров Или например Двойки мечей Какого-то компромисса Через улаживание Конфликтов Другими путями То вам ничего другого Не остается Это карта гнева Карта раздора Карта атаки Она может дать совет Если других вариантов нету В раскладе смотрите Других вариантов нету Так вставай Да Что называется На смертный бой Какая разница Мы все умрем Так надо хоть отстоять Своё право На жизнь Надо Вот Иногда бывают такие случаи Агрессия конечно Плохое дело Неприятное Но если других вариантов нету Агрессия нужна людям Потому что она им помогает Выживать Если других вариантов нету Она включается автоматически И если не хотите её использовать А идёт совет что надо Значит есть такой урок В жизни у человека Что надо включить Ну там например идёт Женщина какая-нибудь Боже я дуванчик такая Да нет я не хочу ни с чем связываться А её прям прессует жёстко По этой карте То ей будет совет Надо Федя Надо Покажу мечей Давайте как всегда смотрим Что мы видим На аркане С мечом идёт Юноша молодой Идёт Куда-то вдаль Смотрит Он такой Скажем так Человек который всё видит Всё слышит Микроскоп Большое ухо Вообще он Такой ясновидец Я бы сказала Человек на чём мнение Можно положиться По карте конечно Он видит всегда дальше И больше Чем это можно и возможно Но под ногами Нет не видит Он может быть С острым практичным умом Всё видит насквозь Всё очень хорошо изучает У него прокачанное Качество обучаемости Поэтому он может Себе легко найти работу Может легко В новой работе устроиться Потому что он всё изучит Всё получит Всё познает И со всеми В принципе справится Он знает перспективу Знает как хакнуть систему Любой Да такой хакер Ну вот под ногами не видит Да Каких-то бытовых мелочей Может не увидеть Мы видим на карте Что он вот идёт Вышел с мячом Чтобы защищаться Потому что Могут ему позавидовать Его красивые одежды Беднота Которая там рядом Могут позавидовать Поэтому он всегда на стороже Человек всегда на стороже По этому аркану Для меня аркан хороший Вот по моим ощущениям Как он проигрывался Да может быть холодные отношения Да любви особо нету Но с таким человеком Можно строить будущее Или например Так как это паш Или какая-то неопытность Есть возможность Что он израстёт Эти принципы Изменится Пажи Это у нас всё-таки Молодые люди Которые опыта набираются Рыцари Уже вот такие Более взрослые Но ещё своей семьёй И королевством Не завелись Так как король и королева Да это мужчина и женщина Проигрываются уже Возможно там Мать и отец Того самого пажа В общем-то Рыцарь у нас Такой агрессивный Достоин Отца и матери А паш Такой младший Братик Он всё изучает Может быть Для его отношения Объект изучения И хомячок тоже не друг Да Не няшка Можно его препарировать Вот он всё вот так изучает По этой карте Могут быть комплексы У человека Что всегда надо хорошо учиться Ему как бы это удалбливали И он думал Что вот сейчас Выучится Идёт работу Строится завод Будет много зарабатывать Ну в каком-то таком Состоянии Но если Не работать С девиацией Можно тут дать совет Сказать что Человек технически Может быть подкован Потому что здесь Он слышит хорошо У него прям Вместо глаза Этот микроскоп Бинокль Как угодно Чем он рассматривает Следит Прям неосознанный шпион Потому что он может Видеть то Чего другие не видят Как вот у бременских Музыкантов Был там такой шпион У которого из глаз Фотоаппарат Он видит то Что другие не видят Он может работать В МВД И дела раскрывать Потому что Находит связи там Где их может быть И никто другой Не найдёт Вообще Мечи в плане характера Могут быть такими Судьями В правительстве работать Власть Изображать из себя Играет роль Власти В раскладах Мечи Особенно рядом С правосудием Со страшным судом Мечи Это такие Чёткие Хорошие исполнители Очень чёткая Хорошая иерархия Показана через мечи Вот король Вот королева Никаких соплей сахара Никаких чувств Вот рыцарь Который агрессирует Вот надо завоевать Это прямо таки Целое Изображение государственности Может быть даже Такой жёсткой Иерархии Государственной власти Всегда несут они Справедливость То есть они Как бы вот С флагом справедливости Действуют Даже Наш Рыцарь Мечей Он Считает что Справедливо критиковать Чтобы вот Все менялись Это человек Который например Может уехать в другую страну А свою родину Хайска Там всё плохо Ну в такой девиации Но Паш Мечей Может ещё Измениться Особенно если Рядом другие арканы Что он всё изучает Что отношения Находятся на этапе Изучение На этапе А в одну ли нам В сторону идти А какие у тебя планы А какие у меня планы А будут ли они совпадать А хорошо ли нам Будет вместе Он начинает изучать А то вдруг Дорожки разойдутся А что если они разойдутся То есть он всё это Анализирует Смотрит в будущее Если по пути людям И рядом стоят арканы Что другой аркан Например королева Смотрит в его сторону Королева Жезлов Там или императрица Значит они будут Партнёриться Значит им по пути Они будут верить В одну какую-то Идею Которую создаёт Паш Мечей Вообще это очень сильное Влияние Юпитера Идея образования Образовательная деятельность И идея Как дальше вместе жить Он может быть Создателем идеологии Такой человек И он понимает Что ага Женщина Ей надо то же Что и мне Или мне надо Что и ей Значит нам В одну сторону Его правда Не будет заботить Какие-то бытовые вопросы Он будет добиваться цели Если ему женщина скажет Так надо нам Тут квартира Тут машина Ага Уже живёт там И уже Делает это Но при этом Такой человек Будет требовать Возможно Заботы Из-за неопытности Потому что Будет спотыкаться На бытовых мелочах По Девиации Может говорить о том Что ну раз человек Под ногами Не видит ничего Он не живёт Настоящим Он не живёт Здесь сейчас Он слишком далеко В будущее Заглянул И не видит Каких-то реальных моментов Которые здесь Сейчас происходят Это не всегда хорошо В отношениях Человек может Не заметить По отношениям Как ты можешь сказать Человек не замечает Под ногами Женщину Что ей что-то надо Что надо любви Он в своих изучениях По работе Показывает Что Нужна ревизия На работе Или будет ревизия Или будет проверка Какая-то Или даёт совет Так надо всё Проверить Провести ревизию Планов Перетрясти Переуладить Переставить Переформулировать Заглянуть в будущее С точки зрения Будущего Посмотреть на это Прошлое Посмотреть на это Настоящее Что сейчас Смотреть в настоящее Смотреть под ноги Как совет даёт Эта карта Поэтому Она такая Для работы Она по крайней мере Хорошая Она даёт советы Она говорит Что всё будет хорошо Или может Говорить По сайте ревизии Может также Давать советы Не забывайте Будущее устроить В совместных отношениях Если рядом Хорошие другие Арканы Может показать На то Что человек Опыта доберётся Изменится Будут улучшения Сейчас вот такой Период изучения Или притирки Другого Следующий Аркан Туз мечей Вообще Конечно Туз мечей Мы тут видим Ангела Но вот вообще Сама по себе Идея Отражается Через Этот аркан Давайте посмотрим Ангел держит меч И готов Своей Вот идеей Отстаивать И идея Хорошая По тузу мечей Всегда идёт Или человек Показывает Который Готов Отстоять Свою идею Или ради Идеи Фанатично Двигаться Куда-то Поэтому Аркан У меня Проигрывается Женщина Может быть Сильнее Мужчины В плане Идеи Или в плане Силы воли Потому что Это надо Иметь силу воли Чтобы привержена Идти к своим планам По своей деятельности По работе Не трогайте меня Хотя бывает Что фанатичное Какое-то влечение Может показывать Но в девиации Проигрывается Или такой человек Ради Например Работы Скажет Семья Не важно А если его спросят Как ты Семьёй будешь Если вот у тебя Семья Важна Он скажет Ну тогда Плевать на работу Вот если у него Есть фанатичная Зависимость Например Семьё И он Вот все силы Ресурсы Бросит В эту цель Если у него Есть идея такая Да Вот семья Вот Все для них То он будет туда Фанатично вбрасываться Неосознанно Прям туда Гнать все ресурсы А если он в работе Такой фанатик То все будет Для работы Ему будет На семью наплевать Поэтому в девиации Может быть даже Опасаться стоит Такого человека Который Например ради идей Может предать И себя И вас Тут есть такие опасения Да В чем проблема Так как мы видим Один глаз закрыт В другой открыт Человек может Не терпеть критики По поводу его идей Идей может быть хорошая Но стоит все минусы Плюсы Весь Это же мечи Надо все А точки надо поставить Все по полочкам разложить Это же мечи Тут обязательно Это надо Но фанатик может Этого не замечать Он не видит недостатки Очень жестко Очень жестко И твердо стоит На ногах Вот ангелу Крылья такие каменные Помогают стоять На ногах И символ плюща Плющ Он вообще Всекомненно Может разрушить Идея Вот эта Она может быть Реально достижима Это классная Хорошая идея Совет может давать Карта Что Ну не бойтесь Ставить цели Только вы знаете Чего вы хотите Только вы Своей жизнью Проживете Возможно у вас Действительно крутые цели Не стоит их Обесценивать Да действительно Есть минусы Да надо их рассмотреть Но не бойтесь А то пока гром не грянет Мужик не перекрестится То с мечей Дает эту силу воли И говорит вперед Надо это делать Это только ваша жизнь За вас ее никто не проживет Берите ответственность За эту идею И вперед Оглядываться будете потом Тут без оглядки уже Все Раз и побежали Ну и советуют Да без фанатизма Но идеи всегда хорошие Если например Новая работа Новые отношения Да можно посмотреть Недостатки партнера Совет Но отношения могут быть хорошие Но в основном проигрывается Как кто-то один из партнеров Сильнее В плане силы воли В плане какой-то Мужественности Для работы тоже карта хорошая Это человек Который будет фанатично Своему проекту следовать Можно открывать свой бизнес По этой карте Аркан в этом плане хороший В плане отношений Не очень Потому что можно говорить Еще о Как всегда Холодных отношениях Мечи Они же об этом Они все такие Холодные Холоднокровные Как всегда Они особо Или один другого Может разрушать Своими требованиями Надо делать вот это Надо идти туда Надо то-то-то Если рядом Показывается в арканах Слаба характерность Партнер или партнершек Но тут вместе кашу Не сварят люди Сила может рядом Еще показываться Что тут будет Борьба Противостояние Один другого Под себя подминает Там тоже ничего хорошего Не выйдет Тут разношерстная публика Что в коллективе В работе Что в отношениях Кашу ты не сваришь Люди идут в разную сторону Им собственно Не по пути Трудное подавление Такое идет Внутренние подавленные Эмоции могут быть По этому аркану О психосоматике У человека Итак Двойка мечей Как всегда смотрим Что на аркане Мы видим здесь Сиамских близнецов Скажем так Это карта О борьбе противоположностей Вообще По закону Неосознанного Или по закону Комплементарности Не бывает Черного без белого Это как иниян Если будет В виде свет И не будет Деревьев Которые тень отбрасывают Как у мастера И Маргарите В романе было сказано То не будет тени Тени и прохлады Одно без другого Существовать не может И семские близнецы Не могут Да мы не можем Одного отрубить Другой умрет Или люди По этому аркану Встречаются Такие что Одного есть сила У другого Слабость Так как это такая Борьба противоположностей Если не смотреть На отношения То можно сказать Что здесь Идет противостояние Самим собой У человека Неосознанного Так как половина Черная Много И осознанного Человек Из подсознания Начинает Все это осознанное Выковыривать Вообще Так как Карта Похожа еще на силу И аркан силы Такое Физическое Влечение Хорошее Здесь тоже Сильные Красивые тела Люди Друг без друга Но не существуют Может быть даже парочка На фитнес ходит вместе Иногда так показывают Что они вместе Такие красивые Физические Пары подходят Друг к другу Но Тем не менее Компромиссная Пара Потому что Должны быть Чувства А не только Такая Красота Какая-то физическая Тут стоит Обратить внимание Скорее на совет Что есть Это комплементарность Что есть Неосознанное Что Все может быть Красиво Выглядеть Но где там Да Давайте посмотрим Где собака Парылась Что там Такого Неосознанного Надо Отношения Могут быть По компромиссу Или Проблема Если в отношениях Может показать Что у одного Есть сила Другая слабость Примите Ты принимаешь У него силу Он принимает У тебя слабость Вы друг друга Принимаете И вы знаете Что милый броняться Только тешится По закону Комплементарности Как пазлы Начинаете Стыковаться Все принимаете И жизнь Становится Гармоничной Да Так и есть У каждого Свои Загоны Заскоки И неян Там В черном Не может быть Абсолютно черного Там Капелька белого И белое Не может быть Абсолютно правильным В этом Вот что-то есть Это вечный Круговорот Этой жизни И через борьбу Противоположности Можно посмотреть И на Отношения Какая там Борьба идет Выкладываем Дальше Арканы Смотрим Какая именно Борьба Или что сокрыто Что сокрыто От квирента От его партнера Партнерши Что происходит Почему Вот у них Через компромисс Какой-то идет Что такого Там было Что-то в девиации Может быть Было В девиации Может проявляться Как аутоагрессия Тупиковая ситуация Поэтому В прямом положении Это будет выход Из тупика А если вы запрашиваете В чем проблема И вышла Вот как раз Двойка мечей То это не достигли Компромисса Люди Для работы Карта средняя Она так говорит О том Что так Ну тут следует Покопаться В черное Белое Найти Или добавить Или в белом Черное Посмотреть Ну принять Что ну вот так и есть Вот так неплохо Как-то более-менее Балансировать Вообще Двойки Это всегда Карта баланса Что жезлов Что пентаклей Они как бы Подсказывают Да где нам В чем балансировать Требуется Взвешенное решение Как всегда ум Через мечи Как всегда Работа Хорошая Может быть Тоже тут Противостояние Противоположностей Один из сотрудников Говорит одно Другое Другое И надо принять Какой-то компромисс Чтобы прийти К какому-то Единому решению Тройка Мечей Давайте смотрим Что происходит На карте Она нам подсказывала О чем речь Три меча Пронзили девушку И она Чтобы не упасть Отрастила себя Третью ногу Не падает Но Третья нога Не спасла ее Страданий Я вот В других видео Рассказывала О том Что Лысы Головы Это какая-то Невинность Она себе Обрела голову Чтобы начать Новую жизнь Волосы накопителя Информации Они сброшены Здесь Обнаженная Нервическая Натура Страдания Но И заодно Она королева Драма Как проигрывается Страдания Страдания То поддержите Что Да Плохо Да Тут были Измены Особенно Рядом Если Показ Арканов Которые подтверждают Эту измену Страданий Из-за измен Или из-за предательства Из-за наездов Из-за болинга Из-за всех тех Негативных карт Про которые я Рассказывала В этом видео В другом видео Человек может страдать Если рядом Королева мечей Страдания Из-за матери Императрица Страдания Из-за Третьего лишнего Страдания Может быть Из-за негативного воздействия Насилия Сила Дьявол Страдания Из-за Неудачного Сексуального опыта Тут что угодно Может быть Но самая Главная Тема Этого Аркана Это Страдания Хоть и в девиации Это может быть Королева драма Которая бросит Таким образом К себе внимание Фишка в чем Пока человек Не настрадается Он не выйдет Из-за этой ситуации Отношений По этой карте нет Или очень плохие отношения Все в страдании На грани развода На грани нервного срыва Уже нервный срыв идет У человека И довольно часто Человеческие стратегии Так проявляются Что во время нервного срыва Человек хочет любви Так как тут недолюбили Родной человек Недолюбил Так она идет Жалуется И Ну еще таким образом Поддержки Люди со здоровой психикой Могут не понять Или сказать Что она Жалуется И жалостью Как бы Энергию забирает Но если рядом Будет Дьявол То да Там вампирит Осознанно Да Может даже осознанно Таким образом Любовь принимать А могут люди быть Отвернуты И не понять И не понимать Чьей-то она там страдает На самом деле Там с психологической И с точки зрения Все плохо Поэтому Или отношения Такие Да В плохом состоянии Страдания Горечь Предательство Измен Раненое сердце Даже может показать Рядом с башней Удар Сердечный удар Приступ Анфаркт Инсульт По работе Ну я бы сказала Карта такая О том Что она все-таки Подсказывает Говорит Что человек Не своим делом занимается Он на этой работе Страдает Здесь он мучается Даже если рядом Пентакли есть Может говорить О том Что да Человек много зарабатывает Но кайфа ему Эта работа Не приносит Пусть бы он Лучше меньше зарабатывал Зато может быть Он был посчастливее Намного Да и в отношениях Она тоже говорит Что все Или хорош страдать Или настрадались Все пройдет Или уходите Из этих отношений Перестаньте использовать Эту стратегию Страдания И не вызывать Вот это состояние Сочувствия Как бы Не вытягивать У людей Не просить Любовь как милостыню Может говорить о том Что с одной стороны Это пройдет А с другой стороны Нечего Жертвить Мы рано или поздно Перестанем Прекратим это делать И посмотрите У клиента Когда прекратит Или он Или она Когда это прекратится Прекратится ли это Будет ли девиация Или нет Все Смотрите отдельно Чтобы вы могли Тоже человека В разгладе Подержать Чтобы не было Этих суицидных мыслей Потому что По этому аркану Они тоже могут быть Человек Кстати говоря Если рядом будут Замкнутые арканы Может не говорить О своих страданиях Они на самом деле будут И они серьезные Их не стоит Недооценивать Да и вообще Вот у торолога Как у психолога Я бы сказала Есть предназначение Человека поддерживать Потому что Возможно Именно вы поддержите И человек в окно Не выйдет И жив останется Может быть Вот как раз Благодаря изучению Этой колоды Вы сможете Применить Своё какое-то Предназначение Чтобы людей Поддерживать Четверка Мечей Это одна из тех карт Которые У валенцы Обозначают Замри Умри Или беги Пробеги Мы уже смотрели Замри В состоянии Замершего Мы уже тоже смотрели А это у нас Аркан Умри Но это То состояние Когда надо спрятаться Я уже говорила Про эти арканы Они похожи На отшельника Но тут вот Скажем так Или такая моральная смерть Или если про человека Спрашивают Всё ли с ним в порядке Если какая-то девиация То это ненормально Потому что здесь Мы видим Закопанного человека Скрещенные ноги Скрещенные руки Как-то там В могилах скрещивают Ноги как будто Отрвались Всё Они уже атрофировались Не нужны Как бы отгнили Человек никуда не пойдёт По этому аркану Отношений нет Избегания Отношений Избегания ответственности Вообще Тут конечно Карта больше похожа На эмоциональное выгорание Она у меня проигрывалась Как Точно будет застой Точно ничего не хочется Точно решайте всё сами Без меня Вот без этого человека Этот человек своим поведением Говорит Да я не хочу ничего решать Я или сбегу Или где-нибудь там Склеп спрячусь Мы с вами Склеп рассматривали В девятке жезлов Мы с вами Рассматривали побег Когда Бежит Человечек И убегает От Проблем Мы с вами Рассматривали Самого Отшельника Но мы ещё Правда не добрались До десятки мечей Но это такие Самые серьёзные Арканы Говорящие О каких-либо Проблемах И здесь тоже Проблема Будет ли развитие Отношений По этому аркану Нет Будет ли работы Тоже нет Или застой в работе Или выгорание Жёсткое Если рядом Негативные карты Если вы запрашиваете На негатив Карта может сказать О том Что да Негатив есть Потому что тут Прям Три меча Как бы вот Как могильные кресты Торчат Плюс Это проигрыш По всем обстоятельствам В работе Проигрыш Не только застой Ну и может быть Отложенные проекты То есть у человека Был меч Он сражался Сражался Проиграл Всё Его победили Карта говорит о том Что всё Все тут вокруг Победили Человек полностью Отдался Происходящему Человек Полностью Готов Лежать В предопределении Этой судьбы И ничего не предпринимать Может быть Тут вот ещё Такой период Как совет Идёт Лежаться человеку Набраться сил Переродиться Может дать совет Почиститься от грязи Человек в грязи Тут лежит Застой Грязь Может быть Диванный образ жизни Сидит в приставку Играет Рядом свинство Какое-то Разводит Такой тоже бывает Так Тоже расклад Проигрывает Эта карта В раскладе Таким образом Проигрывается Да и плюс Ещё если рядом Есть негативные воздействия Или спрашивают Человек жив или нет Но тут скорее нет По болезни Может указывать Эта карта О том что Человек Хватил удар Он лежит Или где-то в лёжку Или в больнице Лежит Опять же Эти кресты Лежачие состояния Или предсмертельное состояние Может указывать Такое опасное Кома Может указывать Если рядом Дьявол Луна Маг Может указывать Магическое воздействие И болезнь По магическому воздействию По крайней мере Вот проигрывается Вот так Потому что Такое могильное состояние Может указывать На то что Ну не всё благополучно И благоприятно Особенно если Эта карта Завершающая Да в раскладе Как результат Результат ничего не даст Тут нету Ни отношений Ни секса Ни любви Такой человек Всегда опаздывает На работу Если мы смотрим На характер Кто угодно Виноват Только не вон Он такой Да ладно Мама не поставила Будильник Да я поставил Да я знаю Да признаю Он даже не будет От некем Отбираться Карта частого Эмоционального Выгорания На работе И в отношениях Или мужчина говорит Делай что хочешь Делай что хочешь Со мной хоть закапывай Или женщина говорит Я устала от тебя Делай что хочешь Каждый закапывается И ничего решать не хочет Здесь с одной стороны Вроде как Нет ответственности Но тут наоборот Аркан указывает Что люди устали От чрезмерной ответственности Они выгорели уже Они не вывозят То есть есть карта Где заранее мы понимаем Есть аркан Где заранее мы понимаем Что ответственности Тут не было изначально А тут выгорание После всех тех тяжелых Неприятностей Всех тех ответственностей Которые у человека были В девиации В девиации Как она может проявляться Ввиду того что это Какая-то болезнь Такое да Страдание Влежку Свинство Свинарник дома В девиации может проявляться И как негативное воздействие Или как Нету принятия Никаких решений Ну и как какой-то Закрытый гештальт Как какое-то завершение Пятерка мечей Как всегда обращаемся К аркану Смотрим На аркане видим Бегущего генерала С поле боя Вроде как там уже Вывесили белый флаг И башня сдается Но генерал Остался жив Своих воинов Предал Оборачивается Показывает Язык сбегает Убегает Язык и попу Фиг вы меня знаете Фиг вы меня догоните Он и своих Бросил И перед чужими Ну не в плен не попал И свою честь Так сказать Не захотел изгадить То есть после четверки Мечей Если смотреть После застоя Человек все-таки Предал Все-таки Убежал Сбежал Как крыса С тонущего корабля Человек сбежал Все утонули Вообще Карта у меня Проигрывалась Как карта предательства Как карта О том Что человек Сбежал Предал Особенно если рядом Карты в расходе Указывают на третьего лишнего В отношениях И человек предатель Еще и плохое Говорит за спиной Стебется Издевается О том Что он обманул Как он круто поступил То что обманул Выиграл Да Типа того с этого Карта эгоиста Двуличного афериста Такого показана В общем Самая такая Предательская Еще языкатая И предательство И своих И чужих Кстати говоря Стузом мечей Может показать Того самого Фанатика Который всех подставил Человек Кто-то по аркаду Подставил всех Кроме себя В работе Может быть Подстава Хитрость В работе Кто-то подставит Или есть крысы Которые плохо За спиной говорят Таким образом Проигрывается Как не открывать Перед этим человеком Все равно плохо Как Лучше Не хотят люди Выглядеть Перед этим человеком Все равно Плохо Для него Все плохие С одной стороны Может показаться Что это он плохой Но он никогда Себя Не признает Ни виновным Ни плохим Потому что он Выкрутился Из этой ситуации Карта заставляет Задуматься Если это Например Кверенцам В такой ситуации То надо смотреть Что дальше Его ждет Потому что Вы тогда Когда смотрите К Коверенту К клиенту Начинаете Анализировать Последствия После этого Предательства Какой совет Вы можете Из этого выдать Что из этого Выходит Что будет Что Какие будут Последствия Смотрите дальше Если наоборот С Коверентом Так поступили Предательства То рядом Могут быть Карты страданий Карты отшельников Как раз Карты Четверки мечей Девятки жезлов Карты смерти То есть Разрыв отношений Из-за чего Произошел Из-за предательства Подстава Может быть На работе По этой карте Проигрывается Кто-то куда-то Завел Как Иван Сусанин И подставил Причем Неблагородной Целью завел Ему поверили Ему верили Он же генерал Он вел По этой карте Может отыгрываться Комплекс Наполеона Человек маленький А амбиции у него Ого-го какие Особенно С королем мечей У короля мечей Много амбиций В девиации Необузданных То есть Человек может Чего-то добиться Хитрым Нечестным путем Нечестным бизнесом Может заключить Сделку И всех кидануть Если запрос На деньги На бизнес Стоит ли там Строить отношения С таким человеком Если уходит Пятерка мечей С королем мечей То скажет нет Лучше не надо Да Предаст этот человек Редиска предаст При первой же опасности При первой же возможности И этот человек Не считает Что он решился Дружбы Главное Что он спасся Что он свою Попу белую Не запачкал Что он Никого не предал Он никого Ну не считает Себя предателем Он не считает Считает себя правым Считает Что он поступил хорошо В работе Карта нехорошая Если идет такое Предательство Значит Надо уходить оттуда Для бизнеса Тоже нехорошая Не стоит иметь дело С таким людьми Для отношения Тоже карта нехорошая Все плохо А так как тут еще Если языки схлестнулись То может указывать на то Что сплетни идут за спиной И сплетни бьют По больному месту О том Что все люди Отвернулись Там от человека Если прямо Показывают Кверента В сильном шоковом состоянии Все люди Отвернулись И было бы Такое предательство В жизни То тогда Ищите слова Поддержки Для Кверента С которым Так все произошло И смотрите Как будущее Наладится Такого человека С которым Такое створили Смотрите карму Из-за чего он так сделал Потому что Если выйдет Двойка мечей Сила То ему это пришло бумерангом Ему это В жизни Отзеркалило Двойственные карты Смотрите Там где Работа Через символику Через зеркало Где есть Симметрия Похожесть Что ему это прилетело С прошлого Что он уже так делал Или в прошлой жизни Или в этой жизни Поэтому Пусть ищет у себя Где он предал Чтобы Суметь С этим поработать И в этом Раскаяться И тут Сама по себе Девиация Она уже В полной степени Указывает На Альфонсона Двуличного человека Это и есть Вся карта Она вся Девиантная Тут нету Ничего положительного Сбежать Благодаря хитрости И потерять Свою честь Это не О положительном Решении Этого аркана Шестерка Мечей Смотрим на арка Мы видим Что тут На воздушном шаре Который прямо таки Из головы Выдувается Мыслями Надутый шар Уплывает Улетает Из горячего города Может быть Он сам поджег Этот город Может быть Он уже горит И он благодаря мыслям Уже знал Куда он полетит Шестерки Они всегда Как бы После кризиса Открывают Новые дороги Новые отношения Карта Может проигрываться Как хорошая В некотором плане Потому что Она Вот эта ситуация Например Выдавила человека Оттуда Где он есть И благодаря тому Что у него все спланировано Он смог улететь Он смог продумать Здесь гондола С закрытыми глазами Она Олицетворяет Доверие И интуицию О мысли Образа Формы Вот куда управитель Гондола знает Он туда смотрит Туда и летит Если отношения Хорошие у людей И рядом Вот в хороших Раскладах Шестерка мечей Это может говорить О тандеме Интуиции И мысли Образа Формы И куда вот Люди Направляются Но если карты Плохие Карта неоднозначная Она может подтверждать Что Пора начинать Новые движения Здесь Маски сгорели Все сгорело Надо подумать Своей головой Надуть Мыслеобразный шар Отправиться В какое-то путешествие Придумать Куда выдавливают Почему выдавливают Для чего мне этот урок Дан Вот карта Об этом Она передает Вот такие вот Значения Причем практически Безэмоциональные Но есть интуиция Куда нести После пятерки мечей Вот как бы Альфонс Тут пытается Куда-то перелететь И где-то осесть После всех предательств Потому что В девиации У нас продолжается Тема альфонсов Подставы И тут В негативном Отношении Да Может быть Такое Что там Вот с человеком Какой он Если плохой Это вот так Что его ждет Но он куда-то убегает Это может быть Кстати говоря И побег От отношений От старого Самого Кверента Если стоят Карты разрыва То побег От реальности Кстати говоря Он может быть Как натурального Так и натурального Значения Например Уход в компьютерные игры В книге Человек в своем мире Живет Обитает То есть Не обязательно Человек Как бы В реальности Путешествует Но вообще Это дороги открыты Открываются дороги К новым возможностям К новым путешествиям В любом случае В тандеме Или без тандема Вообще Карта в основном Проигрывается Что ситуация Выдавливает Ситуация требует Кардинальных изменений И карта проигрывается Как то Что человек был готов К этим изменениям У него так или иначе Какой-то план продуман Иначе бы он не смог Так быстро Вот город горит Он же быстро сгорает Так быстро не смог бы Наш герой Вот это вот все Надуть Реализовать И сразу же поплыть И вот Так сказать Только он один спасся Или он предвидел это Да Человек который владеет информацией Владеет весь мир И он как бы вот знал Что оно загорится Он эти планы строил Он понимал Что ага Если будет так То строим такую стратегию Если будет вот так Уплываем вот так Если будет вот так Горит То все Улетаем вот так Человек тут владеет информацией И он знает куда он плывет Поэтому если отношения И рядом кажется хорошие Отношения будут хорошие Люди знают куда идут Интуиция доверяет разуму Разум доверяет интуиция Они вместе плывут Смотрят В какую сторону плывут В основном к деньгам Потому что пентакли На воздушном шаре Добро и зло тут есть Смогли договориться Смогли улететь В плане работы Так как тут есть интуиция То можно довериться Скажем так Вселенной Сказать Ага Раз такая ситуация происходит Раз она вынуждает нас Куда-то двигаться Значит двигаемся Значит не стоит Вот тут сидеть А то тут все сгорит Значит надо От этого там Узбавляться Уходить Этого требует Вселенная ситуация Надо Вселенной доверять Раз такое происходит Раз пошла Такая пенка Значит надо улетать А так как в девиации Это вот Альфонс Который ищет Куда ему приземлиться Куда притулиться Поэтому в негативном отношении Смотрите Что происходит с человеком Что он чего-то ищет Рызкой Да Новый жертвой Возможно ищет Семерка мечей Смотрим что на Аркане Мы видим Я бы сказала Героя в костюме Шута Но маска палача И вот он так и загнулся Глотатель Шпак Мы же понимаем Что в такой позе Вряд ли он Шпаку проглотит Вообще карта Конечно Своим таким названием Говорит Что он же неоправданно Рискует Посмотрите Мы уже все видим На потехе публики Шут вот этот Шуттер и палач Который сам себя убить Рискуя оправданно Эта карта Намекает На такую стратегию Что идут Какие-то неоправданные Риски Кстати говоря Эта карта Может и в работе В отношениях Говорит Что предупреждать Ага Посмотри Внимательней Не показывает Ли человек Излишне Свою доброту Или излишне От тебя Что-то требует Что там Партнер или партнер В себе неуверенно Человек требует И требует Или он так Изгаляется Или он так Пытается красиво Выглядеть Смотри Я и так могу И сяк могу Я и такой И сякой Но это же ненормально Что такое может происходить В отношениях Или на работе Я такой Я и сякой Я на работе все сделаю А на самом деле Может профакапить проект Считайте внимательно договоры Внимательно следите За партнером С партнершей Тут конечно Больше советная карта Есть Так посмотреть Потому что человек рискует Зазря Может быть Неоправданно В девиации Это может выглядеть Как Риск такой азартный Нервы пощекотать С парашютом Спрыгнуть Ну С какими-то Прибамбасами Чтобы усилить С тарзанки Прыгнуть Чтобы усилить впечатление Усилить ощущения Такие увлечения Ведут К физическим повреждениям Может быть Кто-то кидает Дротики Ножи Татуировки Какие-нибудь На зрачках В общем Такое неадекватное Девиантное состояние Может указывать Ну Или может подсказывать Что для таких отношений Духовантюризма Нужен Чтобы рискнуть Чтобы идти И вот так у тебя вести Или для акверента Это может проиграться Что Вы например Себя показываете Вы акверенту объясняете Что может быть Это вы так себя показываете Красиво выглядеть Круто На самом деле С душой не круто Об этом тоже может говорить Аркан Вообще Конечно Больше совета Дает эта карта Хитросплетение Судьбы Неправильно Принятые решения Они такие Да Если они не продуманные Они не осознанные Человек придумал Решил Но по полочкам Не разложил Как это принято У мечей Просто Вомут с головой На сцену Он и шут И сам себе палач По аркану Человек сам себя Может подставить Сам себя Подставить В неудобное положение Тайные Рано или поздно Становятся явным Мы можем увидеть Истинное лицо человека Как только снимается маска Мы видим Истинное лицо И поэтому То как бы человек Перед нами Не красовался Мы все рано или поздно Узнаем Больше советная карта Присмотритесь Что к партнеру По бизнесу Что к отношениям Присмотритесь К работе Присмотритесь К начальнику Или просмотритесь К себе Действительно Или вы справитесь Или вы изображаете Себя Что вы справитесь Прям как из анекдота Что человек Рассказал о себе В резюме Получил Ту должность В которой Он ничего не знает То есть Работу он получил Но как коснется дела Он может не справиться Потому что в реальности Он накрасовался Ему поверили А потом он может Облажаться И таким образом Сам себя подставить Так вот Чтоб Такой подставы Не было Смотрите Отслеживайте Эти моменты Или за отношениями У партнеров Или за отношениями К самому себе У квирента По этой карте Также квирент Может к себе Очень предвзято Относиться От себя много требовать И заставлять себя Рисковать Вынуждать Такой Садомазохизм Моральный может быть По этой карте Иногда так Проигрывается Но в основном Совет В основном Она проигрывается Как советная Тут поаккуратней Тут смотрим Тут не выделываемся Выше головы Не прыгаем Много от себя Не требуем Восьмерка Ничей Давайте посмотрим Что на карте Карта психологического Прессинга И навязчивого состояния Самая неблагоприятная Карта Одна из самых Неблагоприятных карт Которые могут Выходить Что на отношения Что на работу Тут мы видим Девушку Которая лунатила В лунном Неосознанном Состоянии Она поджигает комнату Ну вот на карте Плохо видно Но вообще там пожар И как бы вот Луна ее вывела Да Вот луна управляет Этим лунатизмом Это лунатизм Девиантного положения Девиантного состояния И она тут Чуть ли не падает на мече Как-то в моей практике Проигралась так В работе С тем что Почему мать там Издевалась над дочерью Просто потому что Она была подвержена Этому влиянию Негативному влиянию Как бы Она своими мозгами Не управляла Она не знала Что она делает Что она дочери Делает больно плохо Если вот на человека Выходит такая карта То это психологический прессинг Как бы Ее на мечи бросает Она не виновата Но вот Ее прессует Карта сама по себе Уже негативная Потому что человек лунатит Или тут над человеком Издеваются Или тот человек Который издевался Он был сам не в себе Он был под Психологическим воздействием Такой шизофренический аспект Особенно если рядом смерть Как-то вот в моей практике Так проигралась Там где она Ребенка попирает Почему она попирает Вот рядом стала Вот эта карта Она сама просто Ну Мать Шизофреничка была Над ребенком издевалась Ну так иногда проигрывается Психологический прессинг Неприятные карты Ничего хорошего тут нет Отношений нет А если они есть Пора уже Убегать из дурдома С одной стороны Он горит А с другой стороны На мечи надо попасть Надо проснуться Очнется Нужна психологическая помощь В работе человек Тоже между двух огней Зажат Тут начальство Тут сотрудники Тоже можешь Кстати говоря Указывать на буллинг Люди неадекватно Себя ведут Тоже человека Подставляют Вся карта Негативная Вся карта Ставит человека В безвыходное положение Человек по этой карте Например Находится в безвыходном состоянии Не может уйти с работы Придумает Обмазки Редко Но карта может Показывать на какие-то Блоки В плане отношений Есть какие-то Догмы Которые мешают Дальнейшим развитием Иногда Карта проигрывается Как Заключение Человек Ну не может выбраться Оттуда Или лечение В психиатрической больнице Догматичные запреты Дают Впоследствии Независть Люди друг друга ненавидят Но вот Это как бы Не добрая воля А такая Через негативное воздействие Через Шизофреническое воздействие Через неадекватное Девятка Мечей Карта Паники Панических атак Компульсивного поведения В отношениях скрытых комплексов Из детства Мы видим на карте Человек Проснулся В испуге В страхе Карта плохих снов После сонного пролеча И такого состояния Проснулся Кусает руку Рядом Сдохший кот Тут конечно В книге В книге написано Что он спит На могильных плитах Рядом был кот Кот околел Кот его не защитил От беса Бесенок сзади Как бы вот он проснулся Тут повесил мечи Не вспомнил Что он их повесил Они могут на него рухнуть Карта Страха и панических атак По карте Человек вроде как боится Смотрит на этого Кота Может быть он его боится Но на самом деле Демон это сзади Вернись Не этого надо бояться А вот того что там Карта может указывать на то Что человек нагрешил Накосячил И думает Что если он Богу помолится То все ему простят Не всегда это так бывает Это как бы не полное раскаяние А мольба и страха А не через раскаяние Не через любовь к Богу Иначе не было бы таких Компульсивных расстройств По этой карте отношений нет Если к вам пришел клиент И спрашивает про партнера То здесь такие страхи Такие загоны Что отношений дальше не будет Тольнейших не будет По этой карте Особенно если рядом Карты развала Если это в начале отношений Могут быть неосознанные страхи Заразиться какой-нибудь болезнью Менерической Страх перед сексом Страх сексуальной травмы Может проигрываться По этой карте Или человеку было больно Первый неудавшийся сексуальный опыт Может быть было насилие В общем-то тут страх отношений Во вторичных отношениях Карта проигрывается Как женщина боится И никого к себе не подпустит Не будет никаких отношений Развития не будет Она и секса боится И любви боится И отношений боится И ответственности боится У таких людей Много всяких условностей Много всяких Не на углу Не сидеть Они боятся Там пауков Змей 13-го этажа Числа 666 В общем Тараканов много По этому Аркану И так панические атаки Есть у этого человека Панически боится Обжегся на молоке Дует на воду Вот об этом Для работы Аркан Говорит о том Что у человека Не будет перемен в жизни Он настолько всего боится Что он из склепа И своего не вылезет Работу менять не будут Не будет Как бы там мало не платили Потому что Для человека Это большой стресс Это такая моральная старость Здесь у человека показана Большой стресс Любых изменений Человек как страшится Боится Что он не вывезет И не справится И у него действительно Не получится Потому что он боится Он сидит в своем склепе Денег мало По этому Аркану Нелюбимая работа И страх что-либо менять Если в прошлом Аркане В семерке мы видели Что человек может сам придумать себе Отмазки безвыходных ситуаций А здесь у человека Фобия его Отмазки безвыходных ситуаций Десятка мечей Карта Самая тяжелая Психологически Депрессия Травмы Насилие над человеком Я бы даже назвала казнь Это буллинга Нарушены все границы Мы видим человека в ящике В которого Вот вонзили мечи Этот ящик Нарушили границы Да Залезли Полезли к нему Морально убили Подавили Карта Самого жесткого И жесткого Страдания и боли Человек по этому Аркану Переживает сильную боль Сильное страдание Сильный разрыв Карта негативная Усиливает остальной негатив Здесь аж человек пожелтел От боли Как бы зажил Гниет Инквизитор Была придумана такая пытка Тело помещали в ящик Протыкали его Убивали человека Только гвоздями Только мечами И потом скинули в воду В реку И уносило течение Труп Вместе с этим ящиком Даже если там человек Оставался жив И все Он уже был Там окончательно умрет Это очень сильная моральная смерть Боль страдания Показывает болезнь Человек больной Или физически Или морально И душевно Душевную болезнь Может показывать С восьмерками Чем С девятками Чем Психологические страдания Если вот эти все Арканы выпали Самое такое Жесткое Негативное воздействие Психологическое Оказано на человека Отношений нет Отношения разрушены Любви нет Человек не надеется На любовь Нужна помощь Такому человеку Дороги все закрыты Если на запрос На будущее Выплата карта Лучше развернитесь Не идите дальше Или понимаете Что вас ждет Если готовы к этому Понимаете Что вас ждет В перспективе Спрашивают Если на любовь На отношения Если такая карта Идет в перспективе Так себе идея Откажитесь От этих идей Много страхов Если По прошлому аркану Были фобии По этому аркану За что боролись На той напоролись Все фобии сбылись Человек к себе Реально это притянул Реально пострадал Его морально казнили Морально опустили Опустили Что моральное Что физическое насилие Может показываться По этому аркану Ну довольно Довольно неприятно Человек по этой карте Может кстати Страдать от Клаустрофобии Аутоабрессии Сам себе боль причинять Вот сам себе Как бы руки что ли Резать Правил себя Крылся в подвале И резал Кожаные ремни Стянувшую Слабую грудь Песни Это передает Это тарка Настроение Этого человека По работе Увольнение Неприятное Или в конце концов Карта советует Уходим на больничный Лишь бы Не с ума сойти На этой работе А то могут уволить Стреском И деньги не выплатить И еще Унизить Моральду По сексуальным отношениям Секс приносит боль Потому что Какое-то насилие было У человека В его жизни Очень такая тяжелая карта Неблагоприятная Может быть даже Она тяжелее Чем все остальные Если как-то От остальных карт Можно сбежать Переживания Этой карты Они могут быть Самые страшные Или самые тяжелые Обычно еще Карта проигрывается Как последствия От травм От потерь Любимого человека Последствия От насилия Последствия От предательства Итак Мы завершили Разбор Мечей И Мы потом Перейдем К Пентакля В следующем видео Я расскажу вам Про Пентакли Если понравилось Мое видео Ставь лайк Подписывайся Колокольчик Чтобы не пропустить Мои следующие видео Тоже нажми И в комментариях Напиши что-нибудь Или принимай с благодарностью Или какую бы Коммуну Вы бы хотели изучить А я жду вас На личных раскладах И консультациях Ссылка в описании Канала есть